Здравствуйте, я Настром 871 и сегодня я хотел бы приступить к проведению обзора новой бета-версии продукта Vipro Internet Security 2013, версия номер 6.0.5406 бета. Разработчиком данного продукта является GFI Software, которая с 1992 года занимается разработками систем безопасности, что касается веб, email, сетей, архивирования факсов и компьютерных программ. Продукция компании включает в себя программное обеспечение для фильтрации спама и вирусов из потока электронной почты, а также для мониторинга и сканирования сетей в целях безопасности. Основана и зарегистрирована компания в Сан-Гуан, Мальта. Структура построения компании такова, что она распределяется на ряд определенных подразделений, одно из которых занимается архивированием, облачными технологиями и мониторингом, облачными технологиями антиспама и общим облачным контролем поведения программ. 13 июля 2010 года GFI Software объявляет о приобретении компании Sunbelt Software, которая известна своим продуктом Vipre, антивирус и спам-фильтр, а также дополнительного набора программного обеспечения, в том числе компания занимается и отдельной разработкой фаервол-защиты. Таким образом, подразделение Sunbelt становится одним из подразделений GFI Software. А слово Vipre происходит от английского слова Viper, что означает гадюку или гадину. По крайней мере, таков ее дословный перевод. Но разработчики вложили в данное название некий иной смысл, и тем самым Viper можно также теперь соотносить американским гоночным автомобилям. То есть, как бы скорость и молниеносность здесь объединились в одном. А что же касается Sunbelt Software, то здесь можно отметить, что компания была основана в 1994 году. Ее главный офис находится в США, штат Флорида, Tampa Bay. Тем не менее, структура и контролирующая компания Sunbelt International Group была основана во Франции в 1983 году. Имеет в своем составе Sunbelt Software, Sunbelt System Software of Europe и работает с покупателями по всему миру через офисы в Великобритании, Франции, Швеции, Германии, США. Получить какую-то более подробную информацию по факту названия, по истории корпораций достаточно сложно в настоящее время. Единственное, что мне еще известно, это то, что топовым программным продуктом Sunbelt Software являлся бесплатный фаерволл, который сейчас недоступен и входит в состав продукта интернет секьюрити. Собственно говоря, на этом фаерволле и базировалось изначально происхождение данной защитной корпорации и ее работа. Что касается требований к системе нового программного продукта, бета-версии Vipro Internet Security 2013, то здесь точно информацию получить также не представляется возможным. Наверняка известно только то, что данная программа поддерживает Windows 8, и точно так же, как и версия 2012 года, поддерживает операционные системы Windows XP SP2 32,64 бита, Windows 2003 Server SP1 32,64 бита, версии Windows Vista SP1 32,64 бита, Windows 7 32,64 битов, и Windows Server 2008 32,64 бита. В данном случае операционные системы, которые я перечислил, имеется в виду полное их многообразие, то есть никакого ограничения по версиям здесь нет. Также известно, что данная программа не поддерживает Windows 95,98 Millennium, NT версии 4, Windows 2000, XP с обновлением SP1, а также более младших версий. Не поддерживается Macintosh и Linux. То, что касается аппаратных требований к компьютеру, на который будет устанавливаться версия Vipro 2013 года. Во-первых, компьютерный процессор должен работать на частоте не ниже 1 ГГц, память оперативная не меньше 512 МБ, и свободного места на жестком диске не менее 300 МБ. Необходимо также наличие CD-ROM в случае, если вы устанавливаете программу из диска, и желательно наличие Microsoft Internet Explorer версии 6.0 или выше. В качестве почтовых клиентов поддерживается Outlook 2000+, Outlook Express 5.0+, это имеется в виду и более поздние версии, Windows Mail on Vista, SMTP POP 3, и установлена пометочка, что SSL и TLS поддерживаются только в Microsoft Outlook и Microsoft Outlook Express. Какие новшества нас ждут в данном продукте? Ну, насколько известно, GFI Software сосредоточил свои усилия в двух основных областях. Это расширение возможностей защиты, в том числе функции Vipro, Ease Update, и усилением защиты с новым антирудки двигателем. Другой ключевой областью является производительность. Пользователи нового продукта должны заметить улучшение производительности при просмотре веб-страниц в интернете, а также во время сканирования, которое стало намного быстрее. Функция Vipro Ease Update занимается контролем программного обеспечения, установленного на компьютере, с целью постоянного мониторинга обновлений и производства таких обновлений. Но, насколько известно, данный компонент будет входить в состав только продукта Internet Security. Известно, что в ходе установки новое приложение будет тщательно контролировать собственную установку и проверять на совместимость все установленные программы на компьютере, с целью избежать каких-либо проблем с дальнейшей работой и зависаниями системы. Также будет присутствовать более информативная панель обновления, где будет четко указываться версия продукта и версия последней базы обновления. Ну и в целом, по утверждению корпорации, продукт стал более удобным, более понятным и имеет ряд особенностей, связанных с переходом на техническую поддержку и определенные сочетания клавиш, которые часто использует пользователь с целью упростить и ускорить его работу. Что касается общих понятий на этом все, теперь давайте приступим к установке продукта с установочного дистрибьютива. При запуске нам предлагают ввести регистрационный ключ продукта, либо перейти к установке и согласиться с лицензионным соглашением. Также имеется возможность изменить расположение инсталляции программы. Здесь представлено лицензионное соглашение на английском языке. Сразу стоит сказать, что программа не поддерживает русский язык. Имеется ряд европейских языков и в том числе английский. Именно в этой конфигурации мы и будем сегодня рассматривать и устанавливать данный продукт. Происходит скачивание основного дистрибьютива и интеграция продукта в систему. Сразу же в процессе установки продукта и интеграции в систему происходит загрузка, обновление угроз безопасности. По завершении обновления происходит процесс предварительного сканирования системы. Випро сообщает нам, что производится сканирование. Файроволны в настоящее время имеют ошибку. Это связано, видимо, с тем, что компьютер необходимо перезагрузить. Ну и, естественно, мы получаем уведомление о производстве перезагрузки компьютера. После выполнения перезагрузки стартует дополнительное окошко программы, которое сообщает о том, что у нас осуществляется полная защита, все работает правильно и предлагается присоединиться к так называемой сети безопасности, которая осуществляет дополнительную помощь в случае возникновения каких-либо ситуаций. И здесь можно посмотреть более детально дополнительную информацию о данной сети. Ну, в общем-то, все, что следует из текста, который здесь представлен, данная сеть, угроз, она является тем самым облачным сервисом, облачной технологией, которая сейчас так широко распространена и используется практически во всех антивирусных продуктах. Соглашаемся на использование данной сети и переходим к работе с продуктом. Загружается главное окно программы, которое разбито на определенные категории. Здесь также красным выделено, что в настоящий момент нам выделено в качестве бесплатного использования 30 дней. По внешнему виду главное окно программы напоминает версию 2012 года. Такое же расположение основных функций, также расположены вкладки меню, также расположен основной распределитель функций и также с правой стороны имеется информация о каких-либо рисках и о сроке использования программы. Разница заключается в цветовом оформлении. Несколько больше белого цвета здесь мы видим. Использован более упрощенный стиль. Если навести мышь на значок второй программы, то у нас открывается информация о том, что випра у нас антивирус находится во включенном состоянии, email protection во включенном состоянии и firewall protection также во включенном состоянии. Помимо этого присутствует информация о последней базе обновления, дате обновления и времени проведения автоматического обновления. Если нажать правой кнопкой мыши на значок программы, то мы получаем следующие функции. Ну, во-первых, открыть главное окно випр. В настоящее время он уже открыт. Поиск обновлений. Выполняем поиск обновлений. Программа уведомляет нас о том, что все последние обновления уже установлены и обновляться базы пока не собираются. Закрыть программу. Это приводит к полному закрытию программы. Следующая функция, напротив которой можно выставить, либо убрать галочку, show balloons, она предназначена так называемая цветовая игра уведомлений. Вот значок сейчас синего цвета у нас. Означает, что программа работает в правильном режиме и все ее компоненты активны. Значок может принимать пять различных цветов. От зеленого, который означает проведение сканирования, до серого, когда какие-либо компоненты отключаются у системы. Ну, красный значок предупреждает о неполадках в системе и в работе компонентов. Желтый уведомляет о обнаружении каких-либо атак, либо обнаружении каких-либо файлов зараженных объектов. Здесь же можно выбрать отключение антивирусной защиты. Ее можно отключить как на определенное время, в минутах, либо на час, либо до рестартинга компьютера, либо до ручного включения. То же самое можно сделать с файл-защитой. Можно отключить файл-защиту, но здесь уже без учета времени. Либо можно остановить весь трафик, который осуществляется сейчас. То есть полностью заблокировать все сетевые соединения. Потом можно восстановить данные сетевые соединения, либо включить файл-зал. Сейчас эти функции две неактивны, потому что активны другие. И выполнение сканирования. Здесь имеется возможность выполнить тотальное сканирование, либо быстрое сканирование. Во время сканирования можно выставить паузу, можно прекратить сканирование, можно возобновить сканирование. Гаджета программа рабочего не имеет, и возможно не будет иметь и окончательная версия. Теперь давайте перейдем к главному окну программы, и определимся, каким образом мы будем проводить исследование продукта. Я предлагаю сначала ознакомиться с основными установками, которые выведены на главную панель, для того, чтобы понять принцип основной работы продукта для большинства пользователей. Потом посмотреть основные подгруппы, которые включены в основное меню, и после этого посмотреть более детальные настройки, которые у нас имеются в верхней части окна программы. С правой стороны сразу вас предупрежу, знаком вопроса прячутся справочные материалы. Вот, например, информация по цветным вкладкам. Справочный материал представлен достаточно понятно. На каждый практически вопрос имеется цветовая аннотация. Если есть возможность показать картинку, как что необходимо сделать, то производитель использует такую возможность, что будет полезно для любого пользователя, особенно не владеющего каким-либо поддерживаемым из языков программы. Вот, например, настройки фаервол защиты, и здесь наглядно рисунком показано, что и как необходимо сделать. К тому же обратите внимание, в справке выдали на жирном основные функции, которые придется смотреть и выбирать, и нажимать. То есть, пользователю практически логика программы понятна становится, куда перейти и зачем. Даже если вы не обладаете знаниями языка, приблизительно вам будет понятно, что происходит и что необходимо сделать. Ну, давайте приступим к разбору программы. Сверху мы видим, что у нас 4 пункта основных выделенных, которые вынесены на главную панель, помечены зеленым цветом, и стоят галочки. То есть, здесь никаких проблем в работе программы не возникает. Верхняя функция — это статус сканирования. Указывается время проведения последнего сканирования и время запланированного следующего сканирования. Также здесь же расположена вкладка установок. Если перейти на нее, мы перейдем в генеральные опции установки, которые представлены более детальным процессом проведения сканирования в различных опциях. Эту вкладку мы посмотрим позднее через главное меню программы. Следующая функция — это осуществление защиты. В настоящее время активная защита выполняется и защита e-mail выполняется. Если мы нажмем на функцию установки, то мы будем переведены еще в один подраздел основных установок, где мы можем подстроить более детально активную защиту. Следующая вкладка — проведение обновлений. Определение угроз текущие. Быстрое обновление не сканируется. Давайте посмотрим на угрозы. Мы получаем полную информацию о номере версии последнего обновления, как часто производится обновление. Каждый час можно сделать выборку. И версия программы, текущая версия является активной. Можно здесь же провести быструю проверку обновлений. Активный. И прочие функции мы посмотрим в подразделении менеджера. Быстрые обновления. Итак, быстрые обновления не проводились, не обновлялись. Производим проверку. В данном случае эта функция относится не к обновлению самой программы, а к обновлению программных продуктов, не принадлежащих корпорации Microsoft. Для того, чтобы проверить обновление Microsoft, необходимо выполнить дополнительную функцию проверки обновлений именно ее компонентов. Ну вот, не дождался я проведения полного сканирования. Достаточно объемная эта процедура. 154 объекта под вопросом находилось во время сканирования. Но я не думаю, что эта суть важна для обзора проверять обновление каждой программы, здесь установленной. Единственное, что можно отметить, что здесь последнее обновление не проводилось. Проверка не проводилось само обновление и сканирование выставлено на ежедневное. Ниже мы видим дополнительную графу. Это проверка Windows обновлений. И в данном случае у меня автоматическое обновление отключено. Программа это видит и предлагает исправить данную проблему. Автоматическая инсталляция обновлений работает. И из этого окна можно запустить данную функцию проверки обновлений и перейти в специальное меню уже непосредственно центра обновлений Windows и провести данную процедуру. Ну вот в ходе работы программы и связи с перерывом данного процесса мы видим пометочку о проведении немедленного обновления. Вот они эти объекты. Здесь они пока еще не обновлялись и поэтому программа предлагает нам закончить процедуру. Я выполнил функцию применять меры. То есть в случае обнаружения обновлений программа автоматически сама постарается выполнить данные процедуры. Здесь же имеется функция установок. Если нажать на данную функцию, то мы перейдем в основное меню установок. И здесь сможем более детально подстроить данную категорию проведения обновлений и прочих моментов. Ниже мы видим располагается вкладка Firewall. И Firewall сообщает, во-первых, что он находится во включенном состоянии. Во-вторых, что происходит фильтрация веб-страниц. Здесь же находится вкладка установок, которая переносит нас в отдельную графу более детальной настройки Firewall защиты. С правой стороны внизу программы расположена вкладка продление подписки, при нажатии на которую нам будет предложено выполнить определенные операции, связанные с подпиской. Также некоторые функции выполняют и сами цветовые кружочки, которые в настоящий момент олицетворяют качество работы каждого из компонентов. Если нажать на галочку статуса сканирования, то мы переходим в определенные настройки, где предлагается выполнить то или иное сканирование. При нажатии на галочку в графе защита мы переходим к настройкам активной защиты. При нажатии на галочку вкладки обновления выполняются обновления программы. При нажатии на галочку во вкладке Firewall мы попадаем в меню настроек Firewall. Теперь давайте рассмотрим дополнительные функции на главной панели. Главное окно понятно. Окно сканирования. Здесь нам предлагается различными способами выполнить процедуру сканирования. С левой стороны снизу имеется вкладка, которая переносит нас на вкладыш опций сканирования, где мы можем более детально подстроить каждую из конкретных сканирований. Так, какие же возможности предлагает Vipr Internet Security 2013 для сканирования? Ну, во-первых, имеются дополнительные галочки, которые несколько видоизменяют структуру сканирования. Первое из них выставлено – это активация ускорения второго и последующих сканирований. То есть после проведения первого сканирования Internet Security определенные файлы разбирает, просматривает их. И при проведении повторного сканирования некоторые из них, которые не изменялись, исключаются из сканирования, чтобы увеличить скорость сканирования. Также имеется возможность выключить компьютер после проведения сканирования, если мы выполняем глубокое сканирование, например, и оно занимает продолжительное время. Выполнить быстрое сканирование – здесь говорится о том, что проверяются только определенные подверженные риску локации. Глубокое сканирование подразумевает сканирование всех файлов на компьютере. И ручное, так называемое, пользовательское сканирование, где мы можем выбрать определенные подкатегории, дополнительные регистрационные ключи. Например, выставлена галочка «Сканировать работающие программы», «Сканировать Windows реестр», «Сканировать файлы cookies» и «Сканировать дополнительно пользовательские файловые директории» и «Конкретные файлы». Для этого можно через браузер выбрать определенные файловые подкаталоги. Ну и, соответственно, расположена кнопочка «Выполнить сканирование немедленно». При этом выполняться начинает сканирование в виде графического отображения проверки файлов. Мы видим, что значок перешел в зеленый цвет нашего защитного комплекса, что означает, что стартовало сканирование. Здесь же, в нижней части окошка, мы можем наблюдать файлы, которые будут обнаружены. Вот, например, было обнаружено 14 угроз, и все они относятся к cookie-файлам. Уровень угрозы показывается, что он самый незначительный, и рекомендуется удалить данные cookie-файлы. Можно посмотреть более детально, какой риск представляют из себя эти программы. Открывается определенное меню, где более детально рассказывается о том, что из себя представляет данная угроза, и где расположены эти файлы, их формат. Применяем, и вот 14 cookie-файлов было удалено. Следующая категория относится к подразделу «Файрволл». Здесь, во-первых, можно посмотреть детальные настройки «Файрволл», которые включены и в главное меню программы. Посмотреть статистику, где перечисляются соединения определенные, вход-выход по определенным направлениям ТКП, ЮДП, КМП, РП. Информация о заблокированных вторжениях, опасных, средних, слабых, сканировании портов. Информация о внедрении кодов в процессы заблокирована. И информация о попытках выгрузки процессов. Далее перечисляется информация о заблокированных элементах по определенным правилам. Имеется в виду блокировка портов или важных элементов, блокировка сетевых элементов и дополнительных элементов. И информация о плохих веб-сайтах, которые будут заблокированы веб-фильтром. Здесь же имеется возможность произвести полный сброс статистики, а также выбрать время предоставляемой информации. За какой период в данном случае мы смотрим информацию. Можно выбрать за последний час, за последний день, за последнюю неделю и за последний месяц. Следующая вкладка «Соединение». Просмотр доступных соединений производится по определенной таблице, которая представлена в виде указания на название программы, которая осуществляет соединение. Соответственно, протокол, по которому выполняется соединение. Здесь же указывается скорость входа, скорость выхода, количество переданных и полученных данных. А также общая статистика, сколько подключений в настоящий момент у нас имеется. Следующая вкладка «Статистикой истории работы Firewall». Она распределена по определенным функциям, которых достаточно много. Во-первых, общие роли рассматриваются, заблокированные файлы, которые пытались осуществить выход по соединению UDP по протоколу. Определенный адрес указывается, порт выхода, входа и так далее. Далее информация разбивается по определенным правилам и направлениям. История, связанная с работой портов. История, связанная с сетевыми операциями. Вот в данном случае блокировка, система, вход-выход, направления, протоколы, какие используются. И адреса. ADV, Web, IDS, HIPs, адаптер. Данная функция показывает всю информацию, имеющуюся о соединении и о направлениях и функциях данного соединения. Как работает адаптер, какие он имеет настройки и так далее. Последняя вкладочка ПУП. Следующая вкладка Управление представляет определенный набор дополнительных функций, которые позволяют управлять нашим защитным продуктом. Первая функция это История. Можно просмотреть рапорта по сканированию, время, результат сканирования, затрачено времени, каким образом проводилось сканирование вручную или по расписанию, риски которые были обнаружены, база которая на момент сканирования присутствовала защитная. И можно настроить время удаления подчистки истории. Можно выбрать между возможностью сохранять всю историю, которая идет с нарастающим, либо выбрать определенное количество дней на сохранение и потом постепенной подчистки, выпадающих за рамки этих 15 дней суток. Следующая вкладка Истории защиты в реальном времени, E-mail, системных процессов и системных обновлений. Выявленные обновления программ. В данном случае у нас выявлена возможность проведения трех обновлений. Если двойным щелчком нажать по данной вкладке информационной, мы получаем информацию о времени, когда проводилось сканирование. И вот информация о том, что например браузер Opera мы можем обновить до версии 11.64 и до версии 12.01, а также можем обновить Java машину до версии 6.0.33. Также можно получить больше информации по выбранному компоненту и здесь нас переводят непосредственно уже на сайт производителя, где указывает в чем разница последнего обновления Java и указана последняя версия. Точно так же можно перейти на сайт Opera и получить информацию о обновлении последней Opera. Следующая функция Карантин. Переходим в Карантин. Здесь будет расположен контингент опасных файлов, наименование, категория риска, уровень риска, дата обнаружения, время помещения в карантин. Также можно настроить очищение объектов риска на карантине. Объекты старше 15 дней будут удалены из карантина. Ну и подстроить можно либо не удалять никогда автоматически ничего из карантина, либо выбрать те дни, которые мы считаем для нас будут удобными. Продолжение следует. Продолжение следует...